Здравствуйте! В эфире новости городского телеканала ЮТВ. О самых важных и интересных событиях города вам расскажут наши корреспонденты и я, Ванесса Петерс. А теперь перейдем к главным темам. В Оренбурге выявили новые случаи заражения коронавирусом. Полицейские начали выявлять нарушителей режима самоизоляции. Коммунальщикам обязали проводить дезинфекцию в подъездах домов. Руководители региональных НКО надеются на помощь губернатора. Об этом и многом другом смотрите далее в выпуске. В Оренбурге выявили три новых случая заражения коронавирусом. Все они пока предварительные. На сегодняшний день зафиксировано 16 случаев. 13 из них подтверждены окончательно. Количество заболевших коронавирусом в мире достигло 950 тысяч человек. В России же 3,5 тысячи. Что же касается Оренбургской области, диагноз установлен у 13 человек. Также зафиксировано три случая предварительно положительного статуса заражения. Два из них новые. Это девушка из Орска и молодой человек, прибывший в регион из Москвы. Полицейские начали выявлять нарушителей режима самоизоляции. Менее чем за сутки выдано 150 предписаний. Каждый день патрулировать улицы Оренбурга будет около 500 сотрудников. Напомню, что за первое нарушение режима выдается предостережение. За повторные последует административная ответственность, вплоть до ареста на 15 суток. Первые сутки составлено 25 протоколов за нахождение в общественных местах в нетрезвом виде. Кроме того, полицейские проводят поквартирный обход тех, кто недавно вернулся из-за границы. Управляющие компании Оренбурга обязали дезинфицировать подъезды многоквартирных домов, а именно обрабатывать ручки, кнопки домофонов, лифты и другие поверхности помещений общего пользования. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области провела видеоконференцию с управляющими компаниями. Во время карантина коммунальщиков обязали как можно чаще проводить уборку лестничных площадок, холлов и лифтов. Под управлением компании Радужная находятся 11 домов северо-восточного жилого района. По словам директора организации, в некоторых из них проживают эти оренбуржцы, которые 27 марта вернулись из Таиланда. Как он сообщил, эти люди выходят на улицу, но только для того, чтобы выкинуть мусор. Поэтому дезинфекцию подъездов два раза в день они начали проводить еще до рекомендации ГЖИ. К сожалению, даже сейчас наблюдается картина спада платежеспособности населения. Пока долгов нет. Имеется подушка, на которой мы сейчас все управляющие компании, ТСЖ, живем. Но это долго тоже можем не продержаться, поэтому надо какие-то срочные меры принимать. Поддержки именно сферы ЖКХ. Счета по закону мы не имеем увеличивать. Также Никита Лапшин добавил, что с тенденцией самоизоляции горожане увеличили расход ресурсов дома, а именно стали чаще потреблять электроэнергию и воду. Наталья Богданова, Валерия Шарова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Экономическая ситуация из-за пандемии коронавируса сказалась и на НКО. Руководители благотворительных фондов и организаций вынуждены увольнять свой персонал. Соответственно, нуждающие не смогут получить все необходимые помощи. Руководитель НКО надеется на губернатора. Из-за эпидемиологических мер в стране многие НКО прекратили свою очную работу и перешли в онлайн. Однако такая возможность есть не у всех. Особенно это касается социально ориентированных НКО. На сегодняшний день они находятся на грани банкротства. У нас работа, к сожалению, только прибавилась, потому что наши бабушки – это та категория, которая находится в зоне риска. Сейчас им, как никогда, требуется психологическая помощь, которую мы оказываем. Но, к сожалению, дела у нас идут не очень хорошо, потому что мы столкнулись с большими финансовыми трудностями. Сейчас мы испытываем затруднения с оплатой зарплат специалистов. В такой же ситуации оказался и Бузулубский центр абилитации и абилитации детей «Счастливая сова». Это единственная организация на западе Оренбуржья, которая оказывает помощь детям с ментальными и неврологическими нарушениями. Теперь из-за пандемии они могут работать с семьями, только лишь разговаривая по телефону. Были остановлены все работы нашего центра. Соответственно, все пожертвования тоже были остановлены. Но, к сожалению, счета за арендную плату, которую мы помещением занимаем, и коммунальные услуги уже пришли, и 5 числа мы обязаны их заплатить. Так как денежных средств у нас нет, соответственно, заплатить мы тоже не можем. Объединившись, 12 некоммерческих организаций Оренбуржи написали письмо губернатору области с просьбой поддержать их в такой сложной обстановке. В нем они описали, с какими трудностями столкнулись и предложили свои варианты поддержки. Ведь после кризиса некоторые НКО могут прекратить свою деятельность. Отменить арендную плату на период карантина, отменить, списать коммунальные платежи за этот период. Для некоторых организаций помочь субсидии, для того, чтобы не растерять сотрудников. Председатель общественной палаты Елена Тополева-Солдунова прокомментировала работу НКО в условиях карантина, введенного в стране. Она считает, что сегодня как никогда нужно поддерживать НКО. Напомним, что в феврале общественная палата сообщила, что готова поддерживать и помогать нашему региону в развитии некоммерческого сектора. Ежегодно правительствам области выделяется 600 миллионов рублей на поддержку социально ориентированных НКО. Именно из этого бюджета сотрудники организации надеются на субсидии. Также НКО могут позвонить по телефону горячей линии. И еще раз рассказать о своих трудностях. Ванесса Петерс, городской телеканал ЮТВ. В 2022 году заработает новый нацпроект «Мосты и путепроводы», в котором примет участие правительство Оренбужье. Ведь все эти объекты региона нуждаются в ремонте. А пока в 2020 году планируется строительство одного моста и реконструкция трех. Подробности Валерий Шаровой. Еще в 2019 году стало известно, что все три моста и 11 путепроводов областного центра признаны аварийными. Все объекты были построены в период с 1962 по 1982 годы. Но все, что сделало управление дорожного хозяйства, ограничило скорость движения на мостах на 40 км в час. Ведь бюджета на реконструкцию не хватало. После обрушения около 20 мостов по всей России за 2018 и 2019 годы власти пересмотрели свои взгляды. В этом году мы будем ремонтировать три больших мостовых сооружения за счет федеральной программы. Плюсом будем ремонтировать малые мосты за счет наших региональных средств. Сегодня уже ремонтируется путепровод на подъезде к поселку Переволодск. Сегодня в Александровском районе ремонтируется мост через реку Ток. По остальным мостовым сооружениям происходит сегодня отбор. Торги еще не проводились. На месте рухнувшего моста на Терешковой возведут новый. Строительством объекта будет заниматься компания «Уралмост», который ранее уже занимался реконструкцией подобных объектов. Ввести мост в эксплуатацию планируется к концу 2020 года. Путепровод с технической точки зрения несложный. Четырехпролетный. Два пролета по 33 метра, два пролета по 18 метров. Общая длина его 109,5 метров. Так что как техническое сооружение оно нам понятно. Новый мост на Терешковой обойдется бюджету области в 146 миллионов рублей. Напомним, со 2 апреля подрядчик должен был начать ограждение объекта. Однако, когда съемочная группа была на месте, каких-либо работ обнаружено не было. Валерия Шарова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Оренбуржцы снова недовольны вывозом мусора. Жители даже начали предполагать, что сотрудники регионального оператора самоизолировались на карантин. Об истинных причинах нам рассказал руководитель компании «Природа» Виктор Доценко. Жители домов на улицах Туркестанской, Прохоренко, Расташинской и многих других недовольны свалками, которые образовались рядом с мусорными контейнерами. Оренбуржцы говорят, что баки не опустошаются здесь по несколько дней. Люди опасаются бродячих собак и в целом недовольны таким раскладом вещей, ведь за вывоз большинство платит исправно. Прицепами привозят и мусор, и хлам, и какую-то мебель, и все что угодно. И вот набирается огромными кучами. Вот даже сейчас баки вывезли, а все, что накидали вокруг баков, оно есть, никто не вывозит. По городу, признался Виктор Доценко, ситуация осложнилась из-за карантина. Количество мусора уточнили в компании в период эпидемии увеличилось. Оренбуржцы выбрасывают крупногабаритные вещи, ведь многие, кто остается дома, делают ремонт и проводят уборку. Кроме того, на это повлияли и проблемы с ремонтом техники. Затруднена поставка запчастей. Бомовозы у нас практически все на линии. Просто если он в обычном режиме день закрывал два маршрута, сегодня он день закрывает один маршрут. Объем мусора вот в эти дни, числа с 25-го, увеличился в 7-8 раз. Самоизоляция здесь абсолютно ни при чем. У нас эта проблема постоянно. Приезжает машина, и там 2-3 здоровых мужика начинают там выгружать. Я пыталась подойти и объяснить, знаете, когда на тебя идут с некультурными выражениями. Уже становится страшно. В поселке Расташи, как нам рассказала жительница, проблема вывоза мусора существует не один месяц. Женщина поделилась, что люди из соседнего поселка, а также дачники, привозят отходы на Расташинскую улицу. В природе также отметили, что самим гражданам важно следить за санитарной обстановкой в городе, не бросать отходы мимо контейнеров. Напомнили и о необходимости своевременно платить за вывоз мусора. В этом месяце оренбуржцы оплатили на 30% меньше обычного. А если так и будет продолжаться, компания не сможет оплачивать ни технику, ни топливо. Екатерина Танкопей, городской телеканал ЮТВ. Несмотря на напряженную обстановку, оренбуржцы находят место в своей жизни и для позитива. Ансамбль «Раздолье» запустил свой челлендж – частушкой по COVID-19. Десятки горожан придумали свои частушки на злобу дня и поделились ими в социальных сетях. Испокон веков русские исполняли частушки на злободневные темы. Чтобы поднять настроение оренбуржцам и возродить жанр песенного фольклора, ансамбль «Раздолье» запустил челлендж – частушкой по COVID-19. Горожане дают советы, рассказывают о своих занятиях на карантине. И все это не в формате набивших оскомину постов, а в форме народных стишков. Мы у вируса корону несомненно отберем, Изолируемся дома и частушки пропаем. Сижу дома, я грущу, вируса боюсь, Делать нечего совсем, пойду уберусь. Оставайтесь с людьми дома, не ходите за порог, Чтобы злой коронавирус подобраться к вам не смог. Если вышли вы из дома, знайте без подсказки, На улице вы все должны находиться в маске. Если вы хотите присоединиться к челленджу, То выкладывайте видео с частушками собственного сочинения в социальных сетях С хэштегом «Частушкой по COVID-19». Также пройдя по этому хэштегу, Каждый сможет познакомиться с творчеством неунывающих оренбуржцев. Наталья Богданова, Анастасия Клесова, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru Или в аккаунте инстаграма utv.orin. Если вы хотите задать свои вопросы Или предложить свои новости, Звоните по телефону 09388. С вами была я, Ванесса Петерс. Оставайтесь на телеканале ЮТВ.